Мы сейчас с нашими гостями в студии здесь, в Санкт-Петербурге, мы будем молиться за ваши семьи, за вас, за ваших близких, за тех людей, которые далеки от веры, которые наполнены неверием, которые наполнены, может быть, даже враждебным отношением вообще к вере, к Богу, в силу разных причин. И я еще раз, еще раз и еще раз напоминаю, пожалуйста, будьте участниками молитвы, давайте молиться вместе. Писание говорит, много может усиление молитвы праведного, и если согласятся просить о чем, двое или трое на земле, то будет им, о чем бы они не просили. Давайте соглашаться в этой молитве, давайте будем вместе. Особенно те, кто писал, что никак не нужно, поэтому это как бы такой безопасный способ, чтобы как-то все-таки повлиять на это. Если уж не по религиозной пропаганды, то молитвы. Хорошо. У нас есть буквально 4 минуты. Давайте вы начнете, Владимир продолжит, и я закончу. Хорошо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всеблагой и Милосердный Божий, мы с вами благодарим тебя за Слово Твое, которое было проповедано по земле и продолжает быть проповеданной. Мы благодарим, что это Слово однажды коснулось наших сердец, и ты, Господи, возлагаешь на нас такую тяжелую ношу, но, Господи, ты сам нам помогаешь и нести ношу благовестия. Мы просим, Господи, помоги нам донести Слово о кресте, о воскресении, о вечной жизни до тех людей, которые окружают каждого из нас. Благослови нас, Господи, нас, как церковь и каждого из нас на этом поприще. Об этом я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Господи, мы также молимся за те семьи, где родители верующие переживают о своих детях, которые не хотят принимать веру или не хотят ходить в церковь. Господи, мы молимся о мудрости, Господи, и цельности, цельности характера, Господи, цельности души, чтобы родители, чтобы они могли показывать пример настоящий, искренний, нелицемерный, Господь, пример веры, который действительно обратит сердца детей к Господу. Мы благодарим Тебя, что когда они будут возрастать в правильности, Господь, в стремлении к святости, Господь, к чистоте, то будут иметь добрый плод, доброе свидетельство, и дети просто не смогут отмахнуться от этого во имя Иисуса Христа. Мы также молимся, Господь, возбуди ревность, ревность по Богу, возбуди ревность по истине, Господь, чтобы не молчать, когда говорится ложь, не молчать, когда идут нападки на Тебя, Господь. Как сказано в Новом Завете, Господь, в деяниях, когда апостолы молились и просили молиться о них, чтобы Бог даровал им дерзновение, смелость и мужество благоествовать в трудных обстоятельствах. Я сейчас молюсь, мы молимся, Господь, о тех, кто находится под давлением, о тех, над кем смеются, Господь, о тех, кого испытывают атеисты, неверующие Отец Небесный. Обрати, дай им мужество, дай им силы, Господь, сказать истину, сказать истину с любовью во имя Иисуса Христа, чтобы были посрамлены враги, Господь, как бы они ни торжествовали сейчас, мы знаем, что Ты даешь торжествовать нам, потому что мы несем дух истины, Господь, в своем сердце. Мы благодарим Тебя за это, Отец. И также мы молимся, Господь, открой просто детям, покажи, и людям, которые задаются вопросами о вере, Господь, покажи им вот эти книги, которые есть, Господь, то знание, та мудрость, которая уже накоплена, чтобы они могли утвердиться в истине, Господь. И там, где мы бессильны в споре, где мы бессильны в своих аргументах или примере, пусть Дух Твой Святой просто свидетельствует, как Он свидетельствовал мне, как когда-то, как Он свидетельствовал отцу Евгению, да, или любому верующему, пусть Дух Святой укрепляет и просто подталкивает, потому что Ты есть начальник и свершитель нашей веры. Где не хватает аргументов, где не хватает разумения какого-то, просто пусть будет внутренний стержень Святого Духа, который поддержит сложную минуту, Господь, и обратит сердца детей, Господь, наших детей, к Слову и к истине. Во имя Иисуса Христа молимся и благодарим Тебя за это. Аминь. Господь, спасибо Тебе, и мы благодарим Тебя за это время, вообще за эту тему, о том, что мы говорим об этом сегодня, и кто-то слушает нас и получает свои ответы на свои вопросы. Господь, я молюсь сейчас, и мы благословляем семьи, которые, может быть, переживают о каких-то своих близких, кто еще, кто стал, может быть, отступником, или, может быть, отошел далеко от Бога, или находится в таком враждебном состоянии. Мы молимся за Вас, чтобы мудрость Божья была на Вас. Просто мы молимся, чтобы вы были чутки к Духу Святому, чтобы получали Слово от Бога, которое будет прямо в сердце проникать к человеку, который вам не безразличен, о котором вы волнуетесь и переживаете, как же, куда ведет его путь, куда ведет его вера. И мы молимся, чтобы благословение и мир был во всем этом, во всем, что вы делаете. Во имя Иисуса Христа мы благословляем вас и желаем вам лучшего, лучшего и лучшего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья мои, хорошая тема, и, мне кажется, много очень добрых и полезных вещей прозвучало. Но, знаете, нужно понимать одно. Когда-то, когда мы сами спасались, каким-то невероятным образом Бог достучался до нашего сердца. Сейчас, вспоминая тот момент, когда мы сделали этот шаг и сказали Богу «да», возможно, выглядит иногда просто безумным или просто невероятным, как так сложились обстоятельства. Все это говорит о том, что Бог спасает людей. Мы можем только говорить, мы можем сделать какие-то естественные вещи, но Бог это делает. Это его задача, это его работа. Если вы волнуетесь о каком-то своих близких, что он не спасен, что как будто бы он далеко от Бога, знайте, Бог к нему так же близко, как близок и к вам. И он идет своим путем, и Бог к нему найдет свою дорогу. И однажды они встретятся, потому что вы молитесь за этого человека, вы благословляете этого человека, и чудо в жизни этого человека произойдет, чудо спасения. Мы в это верим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...